Спасибо тем, кто остался. Мы начинаем сейчас новую секцию, которая является сателлитным симпозиумом, организованным компанией Астразенек. Но так или иначе здесь будут рассматриваться вопросы не только связанные с препаратами Астразенек, но в целом речь пойдет о лечении рака легкого. У нас, к сожалению, небольшие перемены в структуре докладов. У нас открывать секцию будет Сергей Владимирович Орлов, потому что он опаздывает в аэропорт. И, соответственно, первый и второй доклад поменяются местами. Итак, Сергей Владимирович Орлов с сообщением перспективы развития тропии рака легкого. Остановлюсь на новых направлениях, которые были озвучены на прошедших конференциях. И немножко расскажу о нашем скромном опыте лечения больных раком легкого и сути пульмонологии. И, так сказать, обобщу немножко эти данные. Для начала я хотел показать этот слайд, чтобы показать важность химиотерапии в лечении рака легкого. Как видите, только первая стадия, наверное, может быть в настоящее время радикально излечена при помощи хирургического метода. А все остальные в любом смысле подразумевают наличие химиотерапии. Начиная уже со второй бы стадии. Третья стадия наиболее сложная для лечения стадия. И четвертая стадия, ну это однозначно. Что касается третьей стадии рака легкого, которая, как вы знаете, у нас в России в основном оперируется. Это различные формы Н2. Это, конечно, очень гетерогенная стадия. Но, тем не менее, на современном уровне, если посмотреть те данные, которые были представлены сейчас на последней конференции АСКО, основные три постулата для третьей стадии. Это то, что одеватная и неодеватная терапия улучшают общую выживаемость. То, что добавление общей массы хирургического этапа к химио-лучевой терапии не улучшает результаты лечения. Было несколько сообщений сейчас на заседании АСКО. И только при некоторых формах аденокарциномы есть незначительные преимущества. То они не доказаны статистически. А в целом, если брать плоскоклеточный рак, то химио-лучевая терапия, и, в первую очередь, именно одновременная химио-лучевая терапия дает лучшие результаты, чем стандартное последовательное лечение химио-терапии и лучевой терапии. Ну, этот слайд вы все хорошо знаете, да? Химио-терапия достигла плато, и 8-10 месяцев – это медиана выживаемости. Какие у нас есть пути улучшения этого? Это, конечно, лечение в зависимости от гистологии. Это применение различных методов поддерживающей терапии и лечение в зависимости от молекулярных маркеров. Это генная экспрессия и молекулярные маркеры чувствительности к химио-терапии. Оговорю сразу, что все, что будет показано в этом докладе, еще не является стандартом для лечения. Многие вещи являются предметром клинических исследований, но, тем не менее, я отосвечу их тоже. Если говорить о гидрогенности рака легкого, о котором мы в последнее время постоянно отмечаем, то, конечно, в первую очередь можно разделить его на две категории. Одну большую – это связанное с курением, и одну категорию, не связанную с курением, которая составляет 10-15%. Как правило, это аденокарцинома. Многие виды мутаций уже изучены. Наиболее частые из них – это ЭДЖФР, АЛК, которые ведут к развитию этого рака легкого. И в отличие от рака, связанного с курением, который в основном развивается через мутацию П53, керасы и ряд других, этот рак отличается более индуалентным течением, более чувствительным и к химиотерапии. Самое главное, что он более чувствительен к таргетным препаратам, гидбитерам тирозинкиназа. Если еще больше углубиться в гидрогенность рака легкого, то в первую очередь надо отметить два события, которые случились в 2004 и 2007 году. Это открытие мутаций гена ЭДЖФР и открытие мутации гена АЛК. Благодаря этому мы уже получили две значительные группы больных по ракам легкого, которым имеют для лечения препараты, таргетные препараты, направленные именно на эту мутацию. Если говорить о мутации керас, которая известна уже с 70-х годов, это самая, так сказать, древняя мутация, известная при раке легкого, тем не менее до сих пор все исследования, которые проводятся при лечении больных, они еще находятся на второй стадии, первой-второй стадии, и пока еще не доказаны преимущества тех препаратов, которые испытываются. И, тем не менее, существует еще множество мелких, менее частых мутаций, которые здесь на этом стадии представлены. В частности, на АСК-2013 было доложено о хороших результатах лечения рака легкого с мутацией БИРАВ, и это исследование второй фазы показало преимущество лечения ингибиторами, но, тем не менее, третью фазу мы будем еще ожидать, чтобы внедрить это в клиническую практику. И ряд других мутаций исследования препаратов для них находится еще на первой-второй стадии. Такая же картина и для плоскоклеточного рака. Если еще буквально год назад практически мы не знали при плоскоклеточном раке каких-то мутаций, кроме КИРАС-мутаций, то сейчас уже выявлено ряд мутаций. Наиболее частое 20% это РГФР-1, рецептор фактора роста фибробластов. И тоже в настоящее время очень много исследований идет, которые исследуют препараты при этих мутациях. Опять же, это все, как правило, первая-вторая фаза исследований. Здесь представлено классическое исследование IPAS, вы его все отлично знаете, которое показало преимущество лечения ингибиторами тирозинки НАЗА при наличии мутации GFR. Это исследование было сделано на азиатской популяции, и оно было впоследствии подтверждено еще двумя крупными исследованиями, которые показали, что при наличии мутации GFR назначение в первой линии у пациентов ингибиторов тирозинки НАЗА, в частности гифетиниба, давало значительные преимущества как и по ответу, так и по времени до прогрессирования. Если сравнить различные способы лечения немелкокречного рака, то мы можем, если идти сверху и снизу, сверху вниз посмотреть. При стандартных лечениях платиновым дуплетом мы имеем среднюю продолжительность жизни около 8 месяцев. Если используем по гистологии пиметриксет цисплатин, то мы выживаемость где-то 11,8 месяцев. При наличии показаний бево-цизумабу эта цифра увеличивается уже до 14 месяцев. В то же время, если мы применяем молекулярную диагностику, определяем мутацию GFR, то сразу практически в два раза расставят общую выживаемость у нас при наличии мутации GFR и терапии таргетным препаратом гифетиниб. Есть два исследования японских на азиатской популяции, где мы выведем выживаемость, которая уже превышает 30 месяцев. То есть очень высокие цифры для него как тестового рака лёгкого. Но если говорить о наших данных, скромных, то мы имеем опыт оценки выживаемости 20 больных и цифра выживаемости у нас составила, по нашим данным, 22,5 месяца. Вот такие наши скромные данные. Если говорить о европейской популяции, то в этом году в Лугану было представлено исследование IFU, которое было сделано на европейской популяции. Здесь представлены страны, где она была. И использовался гифетиниб в первой линии вот таких больных. И, как видите, результаты. Объективный ответ составил около 70%, контроль заболевания 90%, выживаемость беспрогрессирования почти 10 месяцев и общий выжимаемость 19 месяцев. То есть, в общем-то, это цифры, которые для европейской популяции, наверное, являются, так сказать, наилучшими при применении лечения ингибиторами теразинкиназа в первой линии терапии. Здесь также вы видите кривые из этого же исследования, исследование IFU. Вы видите, так сказать, кривую время домогрессирования почти 10 месяцев, 9,7, да, и общая выживаемость 19,2 месяца. То есть, это цифры, которые характеризуют хорошие результаты лечения больных с мутацией GFR. У нас за 5 лет мы обследовали более 300 больных сатемокарциномами и выявили около 21% больных, которые имеют мутацию GFR. Это 67 больных. Как видите, здесь данные показаны, что преимущественно, конечно, это были женщины, 59 женщин и всего 8 мужчин. Большинство были не курящие, только 20%. Женщин были курильщиками. Но в то же время у нас было достаточно большое из 8-5 мужчин у нас были курильщиками. Так поэтому классическая картина, что мутация GFR, это не курящая женщина, азиатская рация, не всегда является неосваримой. То есть, в любом случае, даже если у вас есть мужчина с аденокарциномой, в любом случае, и он курит, в любом случае, надо его исследовать на мутацию GFR. То есть, все больные с аденокарциномой, которые, конечно, должны обследоваться на мутацию GFR в первую очередь. Результаты, как вы видите, тоже очень хорошие были лечения у наших больных. 38 больных мы лечили, только одна больная была с прогрессией заболевания, 8 больных были с полной регрессией. И больные, которые были со стабилизацией, они также имели тенденцию к уменьшению размеров опухоли и хорошую продолжительность жизни. Ну, учитывая также хорошие лестаты второй линии, мы начали тоже применять дефетиниб в первой линии. И, как видите, опыт пока небольшой у нас, 8 больных. Тем не менее, из 8 больных никто не спрогрессировал при начале терапии. Только двое больных имели стабилизацию, а остальные дали ответ на лечение. Какие еще способы позволят улучшить результаты? Потому что, к сожалению, считается, что одним из механизмов прогрессирования на ингибиторе теразинкиназа является развитие пути активации клетки через так называемые ЦМЕД-рецепторы. То есть рецепторы, которые параллельно с рецепторами АГКР находятся рецепторы ЦМЕД, которые также имеют наружную и внутреннюю часть рецептора. И, соответственно, если мы заблокируем рецепторы АГКР, то сигнал пойдет уже, так сказать, в последствии через ЦМЕД и снова будет прогрессия заболевания. Поэтому сочетание этих двух методов перспективно. И на сегодняшний день есть два препарата, которые используются, уже исследуются в третьей фазе. Это ТИБАТИНИП и МИТМАП. Разница между ними только что ТИБАТИНИП это у нас ингибитор теразинкиназа, блокирует внутреннюю часть рецептора, а МИТМАП это тело, которое садится снаружи. Исследования только начались, вторая фаза была положительная, но что характерно для третьей фазы, то, что выраженность эффекта была четко зависима от уровня экспрессии этих цимметрецекторов. То есть при нулевой или при первой один плюс не было преимущества в лечении, а при иммуногистохимическом три плюс показателе есть улучшение выживаемости. И по МИТМАПу конечно таких данных еще нет, а по ТИБАТИНИПу эти данные будут опубликованы на ближайшем конгрессе по РАКЛЕКЛУ СИДНЕИ и там будет показано преимущество значения этого препарата в сочетании с ингибитором теразинкиназа при выраженности экспрессии цимметра. Еще одна мутация, о которой я уже сказал, которая была открыта в 2007 году и которая имеет очень большое на сегодняшний день клиническое значение это мутация АЛК. Она так же как и ЭДЖФР чаще встречается у некурящих, но к сожалению достаточно редко, значительно реже, не более 5%. Есть разные данные от 4 до 7%, но в общем-то на европейской популяции считается, что это не больше 5%, по нашим данным тоже так подтверждается. Как вы знаете, тоже не связанное с курением, обычно у молодых и тоже есть определенный препарат. Мы два года изучали у наших пациентов эту мутацию из 86 ДНК мы вывели у 9 больных. Считается, что в родной степени она бывает у мужчин и женщин, но у нас все-таки женщин оказалось больше. Но что характерно, никто вообще не курил из них. То есть это пока цифры такие. И еще одна особенность, которая для этой формы рака характерна, это то, что часто бывает при перстневидно-клеточной аденокарциноме. Видите, у нас из 9 больных у 5 была перстневидно-клеточная аденокарцинома. Поэтому, следует на этом сконцентрироваться, что если у вас есть некурящий мужчина или женщина с аденокарциномой и гистологи называют такую форму, то, наверное, ее надо исследовать на алкмутацию, потому что есть большая вероятность. Но и в то же время при перстневидном раке тоже это хоть и реже, но описано, поэтому не только аденокарциномы можно исследовать на алк. мы в течение двух лет наблюдаем уже этих больных, как вы видите, никто у нас за два года при начале лечения не прогрессировал, из полной регрессии не было, но у 6 больных из 8 была частичная регрессия. Теперь несколько слов о поддерживающей терапии. О ней уже говорилось сегодня. смысл ее в том, чтобы после окончания 4-6 циклов не прерывать лечение, а продлить эту терапию. Причина та, что до второй фазы доходит только половина больных, которых мы наблюдаем, поэтому идея проводить поддерживающую терапию весьма актуальна. Различные исследования с различными препаратами были проведены, уже не буду повторяться, но хочу отметить только мета-исследование китайское, где был применен гефетиниб, видите, медиальная выживаемость составила более 13 месяцев, то есть это данные даже больше, чем в Сатурне, допустим, они сопоставимы с Атласом и с различными исследованиями по применению демитрекседа. Какие еще в настоящий момент происходят различные исследования, это определение различных молекулярных маркеров целью определения чувствительности к химиотерапии. Еще раз повторюсь, это является предметом исследования, также было много в настоящее время проведено докладов НАСКО на эту тему. Однозначных ответов до сих пор, к сожалению, нет, и поэтому применение этих параметров не является стандартом за исключением определения мутации GFR и ALK. Это является обязательным, и в принципе при наличии этих мутаций конечно есть смысл проводить как при распространенных формах рака, так и при неодевантной иодевантной терапии применения различных ингибиторов теразинкиназа, таких как гефитинип, кризатинип и другие. Маленький клинический пример нашу пациентку покажу, у которой был опухоль нижней доли правого легкого с метастазами в корне, с метастазами ворота печени, поэтому это была четвертая стадия пациентка, и мы провели сначала стандартную химиотерапию, затем ввиду отсутствия ответа определили мутацию, выявили мутацию GFR и назначили гефитинип. И видите, уже через месяц мы увидели только линейный рубец в области опухоли первичной и уменьшения конгломерата. Эта пациентка была прооперирована и при гистологическом исследовании в опухоли не было выявлено клеток, единственное минимальное количество опухолитетов мы нашли в внутрилёгочных лимфоузлах, а в самой массе опухоли не было выявлено. И вопрос как раз актуален, нужно ли это больных оперировать или нет, пока на это тоже ответа нет, но тем не менее, как правило, прогрессируют эти пациенты все метастазами головной мозг. И эта пациентка у нас также была выявлена вне метастазов головной мозг, которые были, был проведён гамма-нож, и в дальнейшем она также продолжила приём гефитиниба в течение уже полугода без дальнейших признаков прогрессии. Как вы знаете, большое количество препаратов, более 700 препаратов таркетных продолжают исследоваться, в частности, как ингибиторы ангиогенеза, на эти тут сунетиниб, сарафиниб, ванитаниб и бурфазапаниб. Множество препаратов было исследовано при раке лёгкого и заканчивают. Никто из них особо не показал преимущества, но один из препаратов Минтиданиб в настоящее время показал преимущество по выжимаемости на 2,3 месяца. То есть это первый препарат из пероральных ангиогенных препаратов, который показал преимущество при раке лёгкого в 3-й фазе и, наверное, в ближайшее время будет зарегистрировано. Ну и последнее несколько слайдов, что помимо новых препаратов в настоящее время используются различные комбинации уже имеющихся. И вот был постерный доклад АСКО 2013, японское исследование, где мы первую линию лечения, лечение гифопеденибом, дополняли химиотерапией в серединке и снова возобновляли гифопедениб. Вот здесь представлен дизайн. Начинается с гифопедениб, потом переходит на цисплатин с цисплатин, с цисплатином 3 цикла, и снова гифопедениб. Это исследование ещё продолжается, но видите, данные 90% поживаемых за год, 2 года 82, 3 года 62. Но уже, так сказать, тем не менее очень-очень впечатляющие данные. Посмотрим, чем это всё закончится. И самое, так сказать, уже тоже актуальное, это продолжение лечения больных после прогрессии. Что делать? И последний совет. Как Вы видите, японское небольшое исследование, тоже, так сказать, ретроспективное, где, значит, в одной группе больных прекращалось лечение гифопеденибом и проводилось химиотерапия, в другой группе, значит, продолжалось лечение на фоне применения гифопедениба. И опять-таки, видите, улучшение выживаемости в том случае, если мы оставляем гифопедениб после прогрессии. Сейчас запущено большое крупное исследование третьей фазы, импресс, который покажет эти данные. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!